Пикет в первую очередь проводится с целью привлечь внимание к такой острой проблеме, как изменение климата не только на территории Российской Федерации, но и в целом в мире. В России существуют очень неблагоприятные тенденции, при которой крупные корпорации всячески пытаются минимизировать расходы на экологию, потому что это невыгодно капиталистам и в целом игнорирует проблему изменения климата. Почему мы собрались сегодня у компании Газпром? Потому что это связано с тем, что Газпром входит в тройку корпораций, которые оставляют наиболее значимый след выбросов углекислого газа. Это одна из причин глобального поступления в целом. Газпром, это одна из самых главных компаний в России, которая занимается добычей нефти. Как мы все знаем, добыча ископаемого топлива и сжигание его является причиной политического кризиса. И, собственно, поэтому было и выбрано это место, так как тут много людей, которые работают в этой компании и, возможно, даже не задумываются о том, что как-то влияет на климат планеты. Но сам текст на моем плакате не так сильно связан с действительностью Газпрома, но, тем не менее, он достаточно актуален, потому что буквально 5 ноября была статья на счету 200 тысяч генетологов. Они прозвали государство отбить коммунистическое чрезвычайное положение по всех странах. Каждую пятницу выхожу, потому что это один из самых важнейших вопросов сейчас. Вообще, мировая запастовка, потому что она зародилась открытой тумбер, когда она год назад начала выходить. И вот от нее зародилось такое движение, как «Пятница за будущее», когда молодежь выходит каждую пятницу на улицу. Где-то они пропускают школу, где-то они не пропускают школу, потому что они не учатся. Но вот это такой уже всемирный, одна из самых больших запастовок вообще за всю историю человечества. Потому что климат — это сейчас самая важная проблема, которая объединяет, конечно, очень много проблем. Но люди должны знать правду, что изменение климата касается каждого, и нам нужно очень многое поменять, чтобы исправить эту ситуацию. Чтобы, во-первых, правительство начало что-то предпринимать, чтобы уменьшить выбросы, это там можно перечислять бесконечно, что нужно делать. Я верю в людей, которые могут что-то изменить, и поэтому я действую. Я предпочитаю не говорить каких-то громких слов вроде «капитализм убивает климат» или еще что-то. Я просто предпочитаю выходить вот так на улицы, пытаться объединять людей под какие-то общие идеи, типа науки. Все ученые говорят, что это очень важная проблема. И мне кажется, объединить людей за науку — это легче, чем объединить за какие-то идеи, потому что разные люди придерживаются разных идей. И это все не так близко к реальности, потому что реальный мир, он очень сложный, и поэтому мы пытаемся с какими-то научными фактами объединять людей. Продолжение следует... Он спросит, почему вы приехали здесь, почему это интересное для вас? Она климатическая активистка из Японии. Она решила путешествовать по миру, ну, low-carbon, то есть она старается ездить на поездах, автобусах, то есть она из Японии, там, две недели сюда ехала, или чуть меньше, через всю Россию. И она старается вот во всех городах, где она бывает, встречать климатических активистов, потому что неинтересно посмотреть, как это в других странах, и вот она здесь. Почему вы приехали здесь? Аааа, нет. Я слышала, что если я стою здесь, то может быть какие-то проблемы. Потому что я турист в России. Я просто пришла сюда, чтобы поддержать вашу работу. Она сказала, что она не сможет поучаствовать, потому что из-за этого могут быть проблемы, потому что она иностранка, и по закону нельзя участвовать в одиночных пикетах и иностранцам, поэтому она пришла просто поддержать нас. Что мы должны делать, чтобы поменять ситуацию, чтобы спасать планеты? О, я чувствую, что там много вещей можно сделать, но я думаю, что это одна из самых важных вещей, что люди, кто занимается в кризис климатическом, они помогают мне разобрать по своим людям. И также, как и донпляжет по отношению кающим, как эти поддержки это направления. Так что я считаю, что... И я реально слышу, что в России нужно сидеть туда или домой. Я слышал, что в России нужно жить, что-то камень, чтобы как-то спать. Я не знаю, что будет хорошо работать для России, но я думаю, что люди будет работать с людьми. возможность встретиться и сделать что-то вместе. Что-то начинает объединять. И я думаю, что быть климатическим активистом это как, когда у тебя есть семья везде, это не только ты. Всегда поддерживает тебя, от очень далеко. Она сказала, что когда ты климатический активист, это такое ощущение, как будто у тебя есть семья везде. Потому что климатические активисты есть везде, и ты можешь приехать в любую страну и так пообщаться уже может быть знакомыми через интернет-людьми. И это здорово. Спасибо. Мы собрались здесь для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления. Это актуальная проблема антропогенного глобального потепления, которое угрожает повышению уровня океана, ураганами, засухами, угрожает всему человечеству. Процессу, который легко начать, но очень трудно остановить, поскольку океан — это гигантский аккумулятор тепла, нагревается все больше, и в будущем поколении восстановить глобальное потепление будет гораздо труднее, чем нам. и нужна необходима дискуссия в обществе по этому вопросу, необходимы чрезвычайные меры. И я думаю, что капитализм не способен на осуществление таких мер. Нужна плановая экономика. Плановая экономика, которая поставит вопрос защиты окружающей среды на первый план интереса всего человечества. Сейчас то движение молодежи, которое происходит, это экономическая забастовка, отказ от занятий, да, это хорошо, но это невозможно без настоящей забастовки, без забастовки производительных рабочих, без забастовки рабочего класса, без радикальных экологических требований пролетариата. А, между прочим, вопрос экологии — это вопрос актуальный для миллионов рабочих, которые живут в условиях, которые провоцируют их раннюю смерть, угрожают здоровью их детей. Почему это важно? Почему это важно для России, в том числе, говоря уже обо всем мире. Я думаю, мы все видели этим летом, когда произошло наводнение в Тулуне, когда сгорели огромные площади сибирских лесов, да, и эксперты, ученые связывают эти стихийные бедствия, в том числе с глобальными изменениями климата, да, и сами власти российские, да, Министерства природы, как бы, признают, что Россия, ну, так скажем, нагревается, да, там, быстрее, чем в среднем планета, да, да, и связано это в том числе с тем, что в нашей стране отсутствует вообще какая бы то ни была климатическая политика, да, тот олигархический капитализм, который сложился в России, основан на вывозе природных ресурсов, на экспорте угля, нефти, других углеводородов, и российский режим, как бы, ну, в частности, наш дорогой и любимый Владимир Путин в течение многих лет демонстрировал потрясающее климатическое невежество, заявляя о том, что там, глобальное потепление связано с какими-то сдвигами в галактике, что возобновляемая энергетика – это зло, и попытка, там, не знаю, облачиться в шкурах, как он выразился, да, тем не менее, мы видим, что, как бы, в последнее время даже российские чиновники вынуждены признать, что глобальное потепление – это проблема, что с этим надо что-то делать, но, к сожалению, как бы, дальше каких-то деклараций, как бы, дело не идет, да, мы видим, что законопроект о регулировании выбросов парниковых газов буксует, что ему противодействуют, ну, вот, сырьевые компании, в частности, такие, как «Газпромнефть», да, «Минэнерго», другие структуры, да, и, как бы, мы также видим, что российский капитал воспринимает глобальное потепление как нечто хорошее, что позволит им эксплуатировать сырьевые ресурсы Арктики, которая, по их мнению, скоро оттает, да, это, по их мнению, позволит активнее осваивать месторождение нефти, газа, угля, вот, на территории Крайнего Севера, позволит эксплуатировать северный морской путь, да, опять же, для вывоза, как бы, углеводородов, да, то есть, отсутствует вообще какая бы то ни была стратегия освобождения страны от сырьевого проклятия, да, и мы считаем, что в долгосрочной перспективе это абсолютно допековая стратегия, мы считаем, что крупный капитал и сросшийся с ним государственный аппарат толкают Россию к экологической катастрофе, и мы считаем, что российское общество, ну, потрясающе беззаботно относится к проблеме глобального изменения климата, вот мы пытаемся исправить вместе с товарищами с Fridays for Future, как бы, эту ситуацию, да, мы считаем, что за этим движением, климатическим движением, как бы, будущее, я поэтому здесь. В России невозможна экологическая политика, невозможно реально качественные изменения в охране природной среды, пока у нас будут частные интересы представлять такие огромные компании, как Газпром, они будут подавлять любую повестку, связанную с экологией, потому что это нападение на их интересы, на их, там, новые какие-то тенденции, планы и развитие их инфраструктуры, и мы хотим, конечно, чтобы это было прекращено, чтобы с помощью правильной политики мы входили в новую эру, эру без использования природных ископаемых, эру, где мы будем пользоваться возобновляемыми источниками энергии и не загрязнять нашу среду, потому что это наши настоящие экологические права, не такие же права наши, как и демократические, да, и права освободить слова и так далее. Мой лозунг на плакате говорит о том, что ресурсы, а именно природные, водородные, минералы и так далее, должны находиться не под контролем частных организаций, не под контролем акционерных обществ, типа Газпрома, который мы сегодня пикетируем, а в руках общества социализированных, то есть находиться в коллективном управлении, в распоряжении всех тех, кто на них трудится. В настоящее время частная особенность на недрах нашей земли внуждают компании, корпорации хищническим, захватическим образом с ними обращаться, игнорируя все климатические и экологические нормы. В данном плане мы предполагаем, и мы уверены, что если будут такие вещи социализированы, то мы получим более гуманной, более последовательный контроль за ними и не допустим разрушения климата нашей планеты. Это возможно только ликвидируя весь экономический с набором и компаниями, но и мастерами, но и мастерами и мастерами. По тому, что с тем, что мастерами, Продолжение следует...